Привет, друзья! Когда меня спрашивают, какое у меня самое любимое блюдо из тыквы, я без сомнения отвечаю, это тыквенный суп. Сегодня его и приготовим. Тем более, что наступает самое красивое время года и сезон яркой солнечной тыквы. Отещенную тыкву нарезаем кубиками. И отправляем в сотейник. Добавляем немного воды для тушения. Накрываем крышкой и ждем, пока она не станет достаточно мягкой, для того, чтобы сделать из нее пюре. На это уйдет не более 15 минут. Можно также запечь тыкву в духовке, на это уйдет больше времени. Я предлагаю вам самый простой вариант. Тыква уже стала достаточно мягкой, а значит самое время доставать блендер. Чтобы легче сделать пюре, добавляем часть бульона или воды. В зависимости от сорта, тыква может быть очень сладкой, нейтральной, с маслянисто-ореховым вкусом и мускатными нотками. У меня петва сладкая. Одновременно добавляем соль, специи по вашему вкусу. У меня это целый набор специй, куда входит паприка, куркума, кориандр, кумин, пенхель. А теперь добавляем сливки. У меня сливки 10% Можно также взять 20%. Самое главное в этом рецепте, найти правильное соотношение сладостей тыквы и сливок, соли, а также пикантных пряных специй с потрясающим ароматом. В этом весь секрет. Если суп получился слишком густой, добавьте больше бульона или воды. Теперь его надо проварить. Доводим его почти до кипения. При температуре больше 50 градусов, вы можете заметить образование белых хлопьев от сливок. Это нормальный процесс. Мы снова пробьем суп блендером, и консистенция станет абсолютно однородной и гладкой. Подаем суп к столу. Он такого красивого, насыщенного солнечного цвета. Консистенция густая, поэтому на поверхности можно даже рисовать. Что мы и сделаем. Добавим капельки сметаны или йогурта. Пройдем за зубочисткой и сделаем сердечки. Так гораздо приятнее. Ну и конечно же тыквенный суп не может быть подан без тыквенных семечек. Получилось вкусно, красиво и очень просто. Готовьте всегда с удовольствием. Добавляйте щепотку любви. Радуйте своих близких вкусными блюдами. Оставайтесь на канале Аппетитсимо. Увидимся в новых видео.